В Узбекистане будут поэтапно внедрены международные стандарты финансовой отчетности и современные методы подготовки кадров в данной области с учетом передовой международной практики. Соответствующее постановление вышло за подписью руководителя страны. Детали в комментарии нашей программы. Многие слышали о цепной реакции, когда любое колебание в одном звене вызывает аналогичную реакцию в следующем. И так до тех пор, пока процесс не придет в монотонное равномерное состояние. Колебаниями, происходящие в Узбекистане, масштабные экономические реформы никак не назовешь. Либерализация коснулась всех составных функционирования государства и общества, фактически разделив периоды государственного экономического строительства на до и после преобразований. Банки, фондовые рынки, сфера страхования, экономические зоны, полномочия регуляторов и органов статистики – все механизмы подверглись существенной реорганизации. В то же время система ведения бухгалтерской отчетности и аудита в республике не создавала необходимую информационную среду для иностранных инвесторов и расширения доступа к международным финансовым рынкам. Существующие 23 стандарта национального бухгалтерского учета и его концептуальные основы не показывают реального экономического состояния оценки деятельности юридических субъектов относительно действительных показателей активов и обязательств. С учетом того, что международные стандарты финансовой отчетности вобрали в себя 42 стандарта и они полностью решают вышеназванную проблематику, президент страны подписал соответствующее постановление. Хотел бы всех профессионалов Узбекистана поздравить с этим постановлением, потому что по практике и опыту работы в России такое применение способствует повышению конкуренции как страны, так и конкуренции в образовании. Люди, которые закончат образование с квалификацией в международных стандартах и МСА, они будут иметь возможность работать как в пределах своей страны, так и в пределах других стран за рубежом. Поэтому для нас, для нашей профессии аудиторам, для всех финансистов страны это очень важное и знаменательное событие, с чем мы всех поздравляем. Тем более, в условиях бурного развития фондового рынка и инновационных технологий на базе действующей системы трудно работать с такими составляющими экономического прогресса, как отчет о финансовых инвестициях и обязательствах, совместная деятельность, составление консолидированного отчета и показатели инвестиционной недвижимости. Да и сама инвентаризация в республике слишком задокументирована. А как же автоматизация? Потребность в международных стандартах финансового отчетства была как-то ограничена, она была не настолько востребована, как хотелось бы. Благодаря этому постановлению мы будем иметь ту возможность, которая является одним из уникальных моментов и факторов. И это взаимное сочетание, взаимная интеграция, она будет только способствовать для того, чтобы люди или же читатели, или потенциальные инвесторы тех или иных организаций, они правильно понимали сущность этой финансовой отчетности, которая подготовлена с этими международными стандартами, а также деятельность того же или иного предприятия, который выпустил эту финансовую отчетность. Подготовка финансового отчетности это одно дело, но ее нужно готовить. А ее готовят только те специалисты, которые имеют соответствующее образование, а это образование должно быть соответствующим образом подтверждено со стороны международных аккредитованных организаций. Мы знаем, что Международная Федерация Бухгалтеров стремится к тому, чтобы унифицировать бухгалтерский учет и аудит по всему, скажем так, земному шару, во всех государствах. И мы сейчас на таком очень важном этапе, когда мы бухгалтерский учет переводим на международные стандарты финансовой отчетности. И здесь очень важное значение имеет сам порядок признания международных стандартов финансовой отчетности, потому что они ежегодно изменяются. Документом устанавливается, что акционерные общества, коммерческие банки, страховые организации и юридические лица, отнесенные к крупным налогоплательщикам, с 1 января 2021 года организуют введение бухгалтерского учета и, начиная с итогов 2021 года, составляют финансовую отчетность на основе международных стандартов финансовой отчетности, за исключением юридических лиц, для которых законодательством предусмотрен более ранний срок перехода на МСФО. Обеспечивают до окончания 2021 года достаточную для качественного применения МСФО численность работников бухгалтерских служб, имеющих документы об успешной сдаче предмета финансовая отчетность по МСФО в рамках международной сертификации бухгалтеров, либо один из сертификатов сертифицированный международный профессиональный бухгалтер, сертифицированный присяжный бухгалтер, сертифицированный общественный бухгалтер и диплом по международной финансовой отчетности. Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан, начиная с 2020 года, обеспечить ежегодное утверждение и публикацию до 1 июня на официальном веб-сайте графика перехода хозяйственных обществ, государственных долей и государственных предприятий, не указанных в настоящем функции, на ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности на основе международных стандартов финансовой отчетности. Сейчас это более масштабный переход. Это впервые такой большой шаг со стороны Республики был принят. Соответственно, что подразумевается постановлением? Банки, акционеры, общества, страховые организации, крупные предприятия будут переходить на МСФО. Это позволит привлечь иностранные инвестиции, позволит повысить прозрачность финансовой отчетности у предприятий. Это, собственно, то, что ожидается. На самом деле программа достаточно большая на много-много лет и подразумевает очень тесное взаимодействие как государственных органов, то есть в частности Министерства финансов, так и в первую очередь образовательных учреждений и также международных организаций, например, СССР. Мы, в частности, аккредитованы со стороны СССР и занимаемся образованием бухгалтеров по МСФО. Общество, даже при наличии или же необходимости внедрения международных стандартов, оно не способно без поддержки государства интеграции в международное сообщество. Данное постановление стимулирует общество и предприятие, а также потенциальных студентов или же квалифицированных сотрудников в повышении их статуса путем получения международных сертификаций в области международных стандартов. Международные стандарты будут только способствовать обеспечению прозрачности тех компаний, которые хотят привлечь инвестиции, это в первую очередь, а также, во-вторых, это будет способствовать повышению квалификации тех заинтересованных лиц, которые будут обучаться в данном направлении. Специалисты констатируют, что процесс перехода на рельсы современного финансового контроля должен проходить плавно, в унисон с подготовкой специалистов-практиков. Все-таки получить сертификат – это одно, а столкнуться с требованиями бухгалтерии современности – совсем другое. В этой связи постановлением утвержден комплекс мер по совершенствованию подготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов в системе высшего образования. Должны быть осуществлены и переработаны все учебные программы и учебные методические комплексы, которые должны способствовать подготовке студентов для обучения на основе международных стандартов. Кроме того, лица, которые имеют международные сертификаты, могут быть приняты в магистратуру без вступительных экзаменов. Это тоже огромный шаг для повышения интереса среди молодежи бухгалтерской и аудиторской профессии. Делается большой упор на учебные материалы. Не только для институтов, университетов, которые готовят молодые кадры, а для тех, которые в настоящее время работают в этой сфере. Министерство финансов в соответствии с документом является уполномоченным органом по внедрению международных стандартов финансовой отчетности, а также осуществляет мониторинг за своевременным информированием предпринимательских структур за нововведениями вместе с Агентством развития рынка капитала и Агентством по управлению госактивами. Конечно же, реализация данного глобального проекта, безусловно, предусматривает активное взаимодействие Министерства финансов Республики Узбекистан с другими государственными органами, представителями профессионального сообщества, бухгалтеров и аудиторами, международными организациями в сфере бухгалтерского учета, учебными центрами по подготовке специалистов в сфере международных стандартов финансовой отчетности, Министерства высшего и среднего специального образования и другие заинтересованные государственные органы. В то же время в составе Министерства будет организован отдел, курирующий вышеназванные вопросы. Весь перечень мероприятий по эффективной реализации постановления президента обозначен в дорожной карте из трех глав и 18 статей. Четко, понятно, сжатые сроки. Возникла объективная необходимость в сопоставимости финансовой информации на основе международных требований. То есть, чтобы наша финансовая отчетность была понятна не только пользователям внутри республики, но и также для пользователей международных организаций, для иностранных инвесторов. В целом, она должна быть понятна всем. В финансах, профессионалы меня поймут, очень важно взаимопонимание того, что пишется в цифрах. То есть, для этого и создавались эти стандарты международные, чтобы любой финансист в любой стране мог прочитать и понять, о чем идет разговор и в каком ситуации находится компания финансово, чтобы принять решение об инвестициях. Отметим, что документ учитывает тесное сотрудничество с профильными международными структурами и благодаря тем самым признанным во всем мире стандартам продолжит совершенствоваться. Ведь финансовая и экономическая ситуация на планете не одинакова. Инвестиции тоже постоянно ищут новый стимул для капиталовложений. Для отчетности же главное, чтобы дебет сходился с кредитом.